Вы настроили рекламу в Google Ads, чтобы порекламировать свои видеоролики. Но так получилось, что сначала все работало отлично, просто прекрасно. Несколько дней, может быть даже недель, может быть даже целый месяц. А потом вы решили добавить новые ролики в свою рекламу и все как будто бы сломалось. Прекратился показ объявлений старых роликов, а показ новых видеороликов так и не появился. Все ничего, вы всего лишь добавили еще одну кампанию и еще одни группы объявлений. Вроде бы все должно работать. Вы настроили свою кампанию и группу объявлений точно так же, как и предыдущую. Ровно с такими же настройками и ровно так, как было в предыдущем разе. Может быть вы даже скопировали прошлое, чтобы не переделывать. Просто вы решили заменить там видео. Но вдруг по какой-то причине у вас перестало это работать. Ваша реклама перестала показывать видео. Почему такое может быть? Давайте начнем с самых основ. Самое первое, что нужно нам понять, это то, что один наш видеоролик может показываться на одно место в одно время с одними настройками таргетинга. То есть, условно говоря, на одного даже целевого человека с определенными настройками таргетинга. И что у нас получается? Для того, чтобы ролик показывался, нам нужно настроить и место размещения, и время, и сам, конечно же, таргетинг. Либо наш видеоролик будет показываться всем и вся, и просто сольет наши деньги. Мы, соответственно, такую настройку сделали, и все у нас сработало, все у нас сработало, можно даже сказать, идеально. Пусть будет так. Но мы захотели взять еще один видеоролик в другой рекламной кампании, в другой группе объявлений, но в которой настройки точно-точно ровно такие же. И что у нас получается? У нас получается, что у нас место размещения точно такое же, время размещения точно такое же, таргетинг или конкретно человек, целевая аудитория точно такие же. И тут мы понимаем, что на самом деле вот эти вот, они же уже занятые, уже вот этот ролик по ним показывается, уже все, нельзя так. И, соответственно, вот этот ролик, он получает ничего. Он не может показываться на эти же самые места, а новых других нет, потому что мы настроили его на прежние. В этом была наша ошибка. В одно и то же время, в одном и то же месте на одного и того же человека может показываться только один ролик. Просто потому, что, представьте, если в одном рекламном месте будет показываться сразу 10 рекламных видеороликов, то вполне себе может быть. Представьте, что вы заходите на YouTube, открываете видеоролик, у вас и так перед просмотром реклама образуется. И здесь есть кнопочка пропустить. А представьте, что после того, как вы нажали на эту кнопочку пропустить, у вас появилась еще и вторая реклама, а потом еще и третья. И вы так бы ушли с YouTube куда подальше, никогда в жизни в YouTube не возвращались. Поэтому YouTube не будет показывать больше одного рекламного объявления на одном месте для рекламного объявления. Что же делать дальше? А загружать одни и те же ролики только в одну рекламную кампанию с одной группой объявлений, которая настроена определенным образом, а все остальное должно как-то отличаться? Да, ответ верный. Вот у нас здесь слайд, который показывает пример. Если у нас есть такая кампания оригинальная, внутри нее есть три группы объявлений, то если мы создадим копию этой же самой кампании, то показа, как было объяснено уже, не будет. Не будет, скорее всего, показа по обеим кампаниям, но как минимум по одной не будет точно. И много объявлений будут просто не выбираться в показ. То есть все будет очень сильно сложно идти. Но если мы возьмем и сделаем другую кампанию, у которой настройки таргетинга не будут пересекаться, то, соответственно, здесь она будет показываться наравне с вот этой. То есть здесь ничего такого плохого у нас не будет. Самое главное, чтобы мы настроили таргетинг, который не пересекается. И опять, еще раз. Это одно место. Это одно время. И это один таргетинг. Или одна целевая аудитория, то есть один человек. Таргетинг здесь, в принципе, одно и то же. И здесь нам нужно понять. То есть, предположим, мы хотим показывать наши видеоролики вообще на весь мир, нам это не принципиально. В любом часовом поясе, раз мы показываем на весь мир, то тем более нет смысла его настраивать. То означает, что у нас здесь нужно изменять настройки таргетинга. То есть здесь они никак не должны пересекаться. В любом месте, где они будут пересекаться, будь то ключевые слова, будь то целевая аудитория, то есть настройки по аудиториям, показа не будет, будь то место размещения, будь то ключевые слова и так далее, и далее, и далее. Если мы настроим таргетинг так, чтобы он пересекался, кстати, сюда еще и демография будет, то есть наличие детей, возраст и так далее, то здесь это работать не будет. И если у нас, например, вот это совпадает, то третье совпадать не должно. Не должно настолько, что здесь не могут пересекаться даже ключевые слова среди одинаковых групп, похожих групп объявлений, но разных, темы, ключевые слова, аудитория, ничего здесь пресекаться не должно. Если мы настроиваем таргетинг. Если мы здесь сделаем одинаковые места, то здесь, если будет все одинаково, показываться не будет. Либо мы здесь делаем разные, а здесь уже одинаковые. Либо нам нужно выбрать третий вариант. Когда у нас одинаковое место и таргетинг, но разное время. То есть таким образом нам нужно чередовать. Есть три вот этих показателя, место, время и таргетинг на целевую аудиторию, который хотя бы один пункт между собой не должен пресекаться. Если мы это сделаем правильно, наша реклама будет показываться, и по ней будет четкая, верная и правильная статистика. Если же мы что-то перепутаем, то, конечно же, нам же будет хуже. Поэтому не нужно это путать. Это грубая, очень сильная ошибка. Нужно просто создавать группу объявлений с учетом на то, что у группы объявлений, у компаний не должен пресекаться таргетинг. Вы узнали об одном очень сильно важном правиле, который вам поможет масштабировать вашу рекламу. То есть загружать новые компании, новые группы объявлений и новые видео в рекламу. И, соответственно, больше рекламировать себя и свой канал. Выполнить домашние задания. Пропишите, какие настройки таргетинга вы использовали для своей первой рекламной кампании, а какие вы будете использовать для новой рекламной кампании, либо для новой группы объявлений. Главное, чтобы они у нас не пресекались и соответствовали правилу, которое было оговорено выше. Не поленитесь, пропишите. И создайте новую группу объявлений. Загрузите в нее хотя бы одно видео и прокрутите, чтобы понять, что у вас верно все и четко и правильно настроено, что у вас точно ничего не пресекается. Выполните домашние задания и переходите к уроку следующему. Продолжение следует...